Приветствую, друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. В этом ролике мы поговорим по поводу осени. И поговорим достаточно серьезно. Почему? Потому что осенью у вас фактически выходит Destiny 3. Точнее, быстрее не Destiny 3, а Destiny 2.0. Но название абсолютно верно. Я объясню почему. Смотрите, перед вами карта, которую вы видите. Это у нас Европа, НЭС, Башня, Луна, Город Грёз, Риф и Емзе. Расширены. В 2018 году, в конце, у нас по слухам Destiny 3 должна была в себя что включать. Если вы поднимете старые мои ролики, там года 2019 начала по поводу слухов, вы увидите все то же самое, о чем я сейчас скажу. То есть, ну, если кому интересно, может именно окунуться в историю. Так вот, что должно было себя включать именно Destiny 3? Европу. У нас Европа. НЭС. У нас НЭС. У нас ЕМЗ. ЕМЗ должно было включать. Но ЕМЗ чуть другого формата. То есть, там планировалось то, что будет ЕМЗ с расширением на Старый Техас. Вот. К сожалению, у нас добавляется Космодром, конечно. Вот. Или, к счастью, я не знаю, я правда не играл на этой локации. Вот. Поэтому для игроков первой части, наверное, все-таки, к сожалению. Потому что они вернутся на Космодром. Хотя, может быть, какая-то ностальгия. Все-таки, наверное, новая локация была бы интереснее. Вот. Может быть, в дальнейшем расширить. Я не знаю. Ну, по слухам, мы хотели добавить именно Старый Техас. Вот. Тут же у нас добавляют Космодром. То есть, фактически, ну, примерно одно и то же. Да? То есть, расширение ЕМЗ. Также планировалось добавить из второго года, имеется из Destiny 2, город Грёз. Мы это видим на карте. И, возможно, Луну. Да? Но о Луне тогда только слухи ходили. Вот. Поэтому, что мы видим на этой карте? Мы видим абсолютно все то же самое. Кроме, ну, добавлен еще риф. Да? То есть, риф никуда не ушел. То есть, получается, карта, которая у вас выходит осенью, она на 90% именно такая, которая планировалась в Destiny 3. Поэтому, скорее всего, наработки именно Destiny 3, которые они планировали, и почему они показали нам 21-й год, 22-й, скорее всего, от идеи Destiny 3 они отказались. Вот. Просто... И весь контент Destiny 3 они вхреначили в осеннее дополнение. Вполне возможно. Далее пошли. Что еще интересного? Также в 2018 году, да, имеется в виду зима-весна 2019-го, они, как бы, планировали в Destiny 3 вести Темных Стражей. Ничего не напоминает? Осенью у вас еще добавляется. Добавляется подкласс Темных Стражей. То есть, и в этом отношении, опять же, осеннее дополнение, фактически, это еще раз говорю, подтверждает то, что это Destiny 3. А теперь посмотрим более детально. У нас с вами убирают планеты. Меркурий, Ио, Титан, да, и Марс. Что это такое? Если мы по пальцам. Красная война, Ио и Титан. Это первый год, первый сезон. Далее, первый год, второй сезон. Это у нас Меркурий. Первый год, третий сезон. Это у нас Марс. То есть, контент первого года в Destiny 2 весь убирается. Да? Я объясню дальше, почему. Помимо этого, у вас обнуляется фактически, ну, там, 90% оружия, которое выйдет. Ну, имеется в виду, когда новый сезон выйдет. Старое оружие, которое там, Горная Вершина, Паук Отшельник, Ликвидатор и так далее, и так далее. Вот эти стволы, они фактически обнуляются. Почему? Осенью у нас капсила где-то будет в районе 1260. Сейчас у нас 1060. Соответственно, получается, какая штука? У нас получается то, что сила где-то повысится примерно на 200. Ну, там плюс-минус это примерно, еще раз говорю. Не надо прямо на зачистую монету это, как бы, воспринимать. Так вот, и рейды ПЖ и СС, то есть, последнее желание соцспасения, они будут по уровню шмота возведены для того, чтобы они были актуальны больше года, да? То есть, более четырех сезонов, как разработчики планируют. То есть, скорее всего, по уровню силы эти рейды в плане мобов будут подняты, потому что там у нас мобы, как вы помните, достаточно низкого уровня силы. Вот, и я не удивлюсь, да, если все три рейды, допустим, будут там, я не знаю, 1230 там плюс, да, то, соответственно, оружие и броня, которая у вас старая, то есть, 90% этой брони и оружия просто улетают в труху. То есть, они от этого отказываются. Потому что рейды будут требовать силы, испытания сервиса будут требовать силы. Грандмастер и этот, как его, ну, сумрачный налет будет требовать силу. Далее, железное знамя будет требовать силу, Европа, нахождение на ней будет требовать силу и так далее. Понимаете, да? Соответственно, реально, 90%, еще раз говорю, примерно оружие просто уходит. Именно из-за того, что оно протухло, да, оно неактуально. То же самое и касается брони старой. Вот, помимо этого, туда же уходит Паноптикум, да, КС, то есть, Корона Скорби, и, скорее всего, ИП, да, рейд истребитель прошлого. Вот, получается, что остается именно из второй части, именно из Destiny 2, город Грёз, Риф, Нес, ну, и ЕМЗ, да, то есть, имеется в виду. То есть, вот эти основы, которые планировались еще ввести именно в третью часть. Да, и сюда сверху добавляется вот Европа. Так вот, к чему я это говорю? К тому, что фактически осенью нас ждет перезапуск проекта. Реально. То есть, у нас получается, что Destiny 2 как таковой уже не будет. Потому что основной контент Destiny 2 из игры убирают. У нас начинается, грубо говоря, новая игра. Ну, не с нового листа, но прям с доработанного листа. То есть, у нас, еще раз говорю, голый лист. Почему голый лист? Как будто мы приходим в Destiny 2. Потому что, когда мы пришли в Destiny 2, контент очень быстро закончился. Осенью примерно будет все то же самое. Почему? Потому что Нес вы затерли до дыр. Луну вы затерли до дыр. Я не говорю про новых игроков, да, или которые придут игроки. Я про тех, кто достаточное время уже в игре. Емзевы затерли до дыр. Космодром для новых игроков будет. А для старых игроков они скажут, что опять космодром. Ну, или будет какая-то там, какая-то ностальгия. Рифф затерли до дыр, да. И у вас фактически как контент осенью будет только Европа. Понимаете? И космодром, да. Если вы такие же, как я, игрок, пришли во вторую часть. Вот. То есть, по контенту и насыщенности будет примерно то же самое, как будто вы пришли в Destiny 2 в 2017 году. То есть, получается, у вас реально осенью выходит третья часть, да, только с цифрой 2, которую можно спокойно ставить запятую и пятерку. То есть, два с половиной. Потому что от Destiny 2 реально остаются какие-то основы. И не более того. Основной весь контент оружие, шмотки, планеты. Рейды туда же, да. Вот. Поэтому, наверное, нам когда-нибудь введут, я не знаю, правда, когда введут там и Марс, и Меркурий, хотя Меркурий, я думаю, вообще не введут. Да и ничего страшного, на самом деле, не будет. Вот. Марс, Меркурий, Титан, Ио, да. Может быть, когда-то это введут. Самое стрёмное в этой ситуации будет то, если эти планеты когда-либо добавят, но в плане платного контента. Это будет просто за шквар. А это могут сделать. Могут. Почему нет? Это же баня же. Вот. Поэтому вот это меня немного пугает. Но есть прецедент. Если вы старый игрок, вы это помните. Гонку фракций и испытания девяти разработчики планировали вернуть. Они об этом говорили. Они говорили то, что вот в декабре там это было, они говорили когда там, летом, по-моему, да, что в декабре это введут, то есть где-то через полгода. По итогу ни то, ни то не ввели. Поэтому сто процентов надеяться на то, что вернутся те планеты, ну, я бы не стал, да. То есть какую-то планету, скорее всего, могут вернуть, да. Главное, чтобы это не было платной планетой. Вот. Что касается именно, еще раз говорю, осени, еще раз говорю, по поводу всех доработок и всех слухов, которые были еще в восемнадцатом, девятнадцатом году, все это реализовано фактически в осеннем дополнении. То есть это уже назвать Destiny 2 практически нельзя. Это Destiny 2.0, либо Destiny 3 старый формат. Вот такие мысли. Пишите ниже, что вы об этом думаете. Спасибо, что смотрели. Всех благ. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok